всем привет сегодня готовим брокколи в духовке сливочно-сырном соусе кстати вы знали что брокколи еще называют спаржевая капуста я тоже не знала вчера прочитала в интернете а еще в брокколи содержится огромное количество антиоксидантов и она очень полезна для организма перед запеканием брокколи необходимо сварить для этого берем целую брокколи лучше все-таки взять свежую целую капусту и нарезаем ее на соцветия если у вас нет возможности купить свежие брокколи конечно вы можете использовать замороженную в этом случае просто открываете пакет замороженные брокколи и добавляйте ее в кипящую воду но лично мне кажется что свежая капуста и вкуснее и дешевле и красивее конечно же свежую брокколи также нужно добавить в кипящую воду поставить на плиту и варить примерно пять минут после повторного закипания воду можно немного подсолить но не обязательно когда брокколи сварится нам нужно переложить ее в другое блюдо это удобно делать с помощью шумовки пожалуйста не варите брокколи дольше пяти минут после закипания иначе она развалится она ведь ее еще нужно будет запечь в духовке она должна лишь слегка приготовиться чтобы быстрее запеклась после того как переложили брокколи в другое блюдо заливаем ее холодной водой чем холоднее вода тем лучше и даем так постоять примерно одну-две минутки это делается для того чтобы у брокколи сохранился ее яркий зеленый цвет теперь приготовим заливку для нашей запеканки берем твердый сыр абсолютно любой который вам больше нравится и натираем его на крупной терке кстати сейчас скажу почему я не солю заливку потому что сыр уже соленый а я не люблю когда соль перебивает вкус готового блюда затем берем глубокую миску и разбиваем в нее яйцо для этого количества брокколи мне хватило всего одного яйца но она у меня была отборная если яйца у вас маленький например второго сорта то лучше наверное взять две штучки слегка взбалтываем яйцо с помощью венчика или вилки чтобы белок соединился с желтком и добавляем сливки у меня были жирные сливки 20 процентные и снова все хорошенько перемешиваем если сливок у вас нет или вы не хотите жирную запеканку можно заменить сливки обычным молоком теперь добавляем к сливкам с яйцами наш натертый сыр просто складываем его в миску и перемешиваем с помощью обычной столовой ложки все наша заливка готова можно запекать берем форму для запекания смазываем ее сливочным маслом и выкладываем в нее всю нашу брокколи берем большую форму так чтобы вся капуста уместилась кстати посмотрите какая яркая зеленую нас капуста а все благодаря тому что мы залили ее холодной водой сразу после варки запомните этот лайфхак сложили брокколи теперь распределяем равномерно по ней нашу заливку можно воспользоваться ложкой или просто вылить из блюда заливку поверх капусты если вам кажется что заливки у вас как-то мало для такого объема капусты не переживайте она очень сильно увеличится при запекании может даже немного убежать из формы если положить лишнего ставим форму в духовку и готовим 15 минут при 200 градусах вот что у нас получается посмотрите какая красота сразу же пока брокколи еще горячая можно выложить ее на тарелку и подавать но кстати холодная запеканка мне тоже очень нравится я даже не знаю какая вкуснее если вы не любите брокколи или не умеете ее готовить обязательно воспользуйтесь этим рецептом думаю она вам очень понравится приятного аппетита